Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Использование сидеральных растений является современным, хоть уже давно использовавшимся методом увеличения плодородия почв, но сейчас он возвращается, возвращается повсеместно, в Европу, везде-везде-везде, в связи с развитием идей природного и органического земледелия. И правильный подбор сидератов может помочь нам избежать многих проблем с выращиванием последующих культур. Почему-то блогеры в основном концентрируются на вопросе, какие сидераты посеять после определенных культур. А вот на самом деле гораздо более важный вопрос, какие сидераты посеять перед определенными культурами. Потому что для последующих культур, которые вы планируете использовать в следующем году, сидеральные растения могут стать источником инфекции, источником развития вредителей и так далее. Поэтому вот этот вопрос, что посеять после, не менее важен, чем что посеять до. И как раз сегодня мы поговорим с вами о том, как сидераты могут помочь избавиться у картофеля от такой важной проблемы, как проволочник. Раз уж мы затронули тему проволочника, то сразу скажу какие-то основные моменты, которые помогают сдерживать его на наших участках. Первое. Проволочник предпочитает слабокислую почву. Поэтому известкование почв под картофель на кислых почвах является одним из важных методов сдерживания и даже иногда полного уничтожения проволочника на участке. Но есть большая проблема с картофелем. Картофель, высаженный на почвах, которые были недавно произвесткованы, ну вот скажем в год весной внесли известковое удобрение или весной внесли залу, или даже некоторые там подсыпают прямо залу под клубень, картофель делается очень уязвим для обыкновенной парши. Поэтому вот как соблюсти вот это, с одной стороны, чтобы избавиться от проволочника, с другой стороны, чтобы не вызвать вспышку обыкновенной парши. Все очень просто. Перед посевом сидоратов на поле, на котором вы будете выращивать картофель, в обязательном порядке проведите известкование, если вы это делали уже давно. Или внесите туда залу. Ну я понимаю, что зола в основном скапливается к весеннему периоду, а осенью залы не так-то много, потому что летом там топится совсем чуть-чуть. Однако же, если у вас есть накопленные запасы залы, внесите их на картофельное поле прямо сейчас. Весной не используйте известковое удобрение под картофель. Второе, что необходимо сделать, чтобы избавиться раз и навсегда от проволочника, это обязательно освободить ваш участок от пырья. Пырей как магнитом притягивает проволочника на участок. Поэтому, если ваш участок запырьован, примените те методы, которые у вас приняты в соответствии с вашей технологией ведения усадебного хозяйства. Против пырья вы можете вооружиться вилами, выбрать этот пырей. Вы можете вооружиться таким гербицидом, как фюзелат, обработать от пырья. Вы можете этим фюзелатом работать даже по картофелю, по листьям картофеля. Фюзелат убивает только злаковые растения. Он не вредит картофелю, не вредит двудольным растениям. Поэтому вы можете его использовать, если вы, в принципе, признаете гербицидные препараты у себя на участке. Но вам непременно надо обязательно избавиться от пырника. Иначе вы от проволочника не избавитесь никогда. Кроме того, надо помнить, что проволочник, в принципе, очень любят разные злаковые культуры. Поэтому никогда не высаживайте картофель на поле, например, на котором росла вот в этом году кукуруза. В следующем году не планируйте там выращивать картофель, потому что у вас будет всегда проблема с проволочником. Никогда не используйте, подходя к теме сидоратов, никогда не используйте перед картофелем сидораты наподобие овса или ржи. Это тоже будет очень сильно привлекать проволочника, будет способствовать его сохранению и размножению. Ну, сразу скажу, вот после картофеля как раз высаживать такие злаковые сидоральные растения, особенно в смеси, например, с горчицей или бобовыми растениями. То есть рожь, горчица, горох, посеянные в ранние-осенние сроки после уборки картофеля являются прекрасным сидоратом. Но это после картофеля. В следующем году не будет там картофеля, будете высаживать что-то другое. А до картофеля вот эти злаковые сидораты не используйте. Еще вот относительно остановлюсь моментов использования различных препаратов живых, содержащих нематоды против проволочника, там немобакты и другие. В принципе, они все являются достаточно эффективными, хотя в домашних условиях эту нематоду хищную, которая нападает на проволочника, размножить невозможно. Однако эти препараты являются достаточно эффективными, их внесение в сроки, регламентированные на упаковке, являются вполне эффективными против проволочника. И теперь вернемся к нашей основной теме, как сидоральные растения, посеянные в осенний и весенний период перед посадкой картофеля, могут помочь вам справиться с проволочником. Проволочник, поджирая корни растений, может ими же и отравиться. В том случае, если вы будете использовать растения, которые в своих корнях содержат значительное количество алкалоидов. Вот то, что сидорация была очень популярна даже в советские времена, свидетельствует то, что в государственном реестре сортов Республики Беларусь был зарегистрирован даже сидоральный алкалоидный люпин синий, который содержал повышенное количество алкалоидов в своих корнях и в значительной степени способствовал уничтожению, в том числе, проволочника при посеве на сидоральные цели. Конечно, теперь найти такие сорта люпина синего бывает достаточно сложно. Современные сорта люпина синего практически не содержат алкалоидов. Это не дикий многолетний люпин, который растет повсеместно, это вот именно кормовой люпин, который высаживает хозяйство. Поэтому против проволочника используйте пилюшку, то есть только окрашены цветковые сорта гороха. Они содержат алкалоиды и в период теплой осени горох можно довести даже до состояния цветения и до состояния образования бобов. То есть тот период, когда он может запахиваться. Но нам даже здесь не так важна вегетативная масса, как важны корни, которые прорастут, которые станут питанием для проволочника еще в этот теплый период после уборки картофеля. И проволочник отравится, его популяция значительно снизится. Также вы можете использовать такие растения, как крестоцветные сидоральные растения. Горчица редько-масличная, они также являются хорошим источником алкалоидов и также являются токсичными для проволочника. Совместные посевы горчицы с горохом, но обязательно пилюшка, обязательно с окрашенными цветками, окрашенными семенами, не с белыми цветками, будут идеальной парой для посадки после любой культуры перед посадкой картофеля. Кроме того, эти же растения могут высаживаться в ранние весенние сроки, вы даже в конце марта можете их посеять. И до посадки картофеля они вполне смогут укорениться и выполнить там свою функцию. И потом вы можете прямо в них сажать картофель, не выпалывая, не закапывая. Ну, можете закультивировать ради бога. Но весной, весенний период, да и в осенний период тоже, вы вполне можете прибавить к этим сидоральным растениям, к этой сидоральной смеси. Еще и лен. Лен также содержит различные, в том числе цианогенные вещества, которые при поедании их проволочником преобразуются в токсичные вещества и убивают этого проволочника. Поэтому вот три сидоральных растения, которые помогут вам избавиться от проволочника и создадут идеальные условия для посадки картофеля на будущий год. Ну, или в год, если вы весной будете их сеять. Это пилюшка, это крестоцветные сидоральные растения, редька масличная, горчица, рапс. И это сурепица, кстати, еще лучше даже. И это лен. Пожалуйста, используйте эти сидораты. Не слушайте глупых о том, что это устаревший метод, что его не надо использовать там в приусадебных хозяйствах ни в коем случае. Обязательно используйте эти сидораты, они вам очень-очень помогут вырастить хороший, здоровый, мощный урожайный картофель. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!